Добрый день! Меня зовут Головкина Екатерина. Я менеджер группы бухгалтерского и налогового сопровождения компании КЕПТ. И мы продолжаем серию роликов, посвященную одному из основных инструментов бухгалтера оборотно-сальдовой ведомости или сокращенно ОСВ. И сегодня мы рассмотрим связь ОСВ и бухгалтерского баланса. Вначале мы вспомним содержание первой части, затем рассмотрим, что такое бухгалтерский баланс и его связь с ОСВ. Далее более детально рассмотрим актив и пассив бухгалтерского баланса по отдельности. Итак, в первой части мы рассмотрели, что такое ОСВ. А именно, ОСВ формируется за период. Периодом может быть любой промежуток времени. И несколько лет, и один день. ОСВ отражает список бухгалтерских счетов, по которым в данном периоде были операции. ОСВ содержит три основных категории показателей. Это сальдо на начало, оборот и сальдо конечное. Как проговаривали в прошлый раз, план бухгалтерских счетов делится на 8 основных групп, представленных на слайде. Например, производственные запасы или денежные средства. Как все помнят, счета делятся на активные, пассивные и активно-пассивные. Активные счета отражают информацию об имуществе компании. Увеличение счета отражается по дебету, а уменьшение по кредиту. Пассивные счета отражают информацию об обязательствах компании, капитали и резервах. Увеличение отражается по кредиту, а уменьшение по дебету. Активно-пассивные счета предполагают и дебетовый, и кредитовый остаток. Далее, данная информация и название счетов помогут нам при рассмотрении и составлении бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс составляется на основании ОСВ и отражает финансовое положение организации, а именно имеющиеся у компании активы и обязательства на определенную дату. Баланс состоит из двух разделов актива и пассива и называется балансом, так как между этими двумя разделами всегда должно соблюдаться равенство. Это подчеркивает знак равенства на нашем слайде. То есть актив компании или другими словами ресурсы компании в виде оборотных и внеоборотных активов всегда равны капиталу и обязательствам компании, то есть источнику средств для приобретения данных ресурсов. Теперь мы рассмотрим актив более детально. Он, в свою очередь, состоит из двух разделов. Необоротные активы – это активы, которые используются в деятельности компании более 12 месяцев. Например, нематериальные активы и основные средства. Оборотные активы – это активы со сроком обращения менее 12 месяцев. Например, запасы, денежные средства и краткосрочная дебиторская задолженность. Таким образом, актив дает понимание о том, какие именно ресурсы и в каком денежном эквиваленте имеются у организации для осуществления своей деятельности. Каждый раздел состоит из строк баланса, которые помимо наименования, например, основные средства, мы видим его в разделе «Внеоборотные активы» на слайде, нумеруются с помощью номера строки. В данном случае 1150. При этом суммы указываются в тысячах рублей и информация приводится за три года. Пассив, в свою очередь, состоит из трех разделов. Капиталы резервы – это собственный капитал компании. Например, к ним относятся уставный капитал, зарегистрированный в учредительных документах компании, и нераспределенная прибыль периода. Долгосрочные обязательства представляют собой обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев. Например, задолженность организации по кредитам и займам со сроком погашения более года. Короткосрочные обязательства – это, соответственно, обязательства компании, срок по которым менее 12 месяцев. Например, короткосрочная кредиторская задолженность в виде аванса, полученного от покупателя в счет будущих отгрузок.